Партнер программы Украинская биржа Партнер программы Украинской биржи Здравствуйте! В эфире биржевая азбука цикл программы о том, как зарабатывать на фондовом рынке. В студии Виталий Школьный. Тема этого выпуска – уровни поддержки и сопротивления. Цены финансовых инструментов можно образно представить как исход схватки между покупателями, как говорят быками, и продавцами или медведями. Быки подталкивают цены вверх, а медведи вниз. Фактически направление движения цен показывает, кто сильнее. Поддержка. Сепот. Это уровень, при котором цены контролируют покупатели, не допуская их дальнейшего снижения. Сопротивление. Резистанс. Уровень, при котором цены контролируют продавцы, не допуская их дальнейшего подъема. Обычно на уровнях поддержки и сопротивления сосредоточены очень большие покупатели или продавцы, особенно лимитные. То есть скопление сил. Если это на уровне поддержки, то там сосредоточены очень большие покупатели, которые просто не хотят отпускать имитент вниз. И, естественно, его поддерживают. От этого называется, естественно, поддержка. И когда акция встречает большое сопротивление вверху из-за того, что она не может просто пройти вверх, потому что там сосредоточены большие продавцы, которые по определенным причинам не хотят отпускать акцию вверх, естественно, называется уровень сопротивления. Уровни сопротивления и поддержки – основные инструменты технического анализа. С их помощью трейдеры рисуют линии трендов, определяют точки разворота рынка и, самое главное, выбирают моменты входа и выхода из позиции. Восходящие тренды обозначаются ниже ценового графика. Для того, чтобы провести линию тренда, используем две минимальные точки. Нисходящий тренд с точностью до наоборот. Мы берем две максимальные точки, проводим прямую линию и это у нас получается линия поддержки. При подходе цены к данной линии мы открываем позиции на продажу. Для того, чтобы провести линию поддержки или сопротивления, достаточно всего лишь двух точек на графике. Тем не менее, какого-то стандартного метода или подхода к проведению линиям поддержки и сопротивления не существует. В принципе, если смотреть на украинский рынок акций, который достаточно волатилен и очень часто происходит много ложных пробитий сильных уровней, то лучше всего линии поддержки и сопротивления проводить по точкам наибольшего скопления. При этом обращать внимание не на минимальные цены, как факт пробития линии поддержки, а на цены закрытия. То есть, если цена закрылась ниже уровня, то тогда это есть сигнал к пробитию данного уровня линии поддержки. Уровни поддержки и сопротивления способны остановить движение цены, стать отправной точкой для движения в обратную сторону, либо же, если уровень будет пройден, движение может усилиться. Таким образом, трейдеры внимательно следят, когда цена акции подходит к уровню поддержки или сопротивления и принимают решения, исходя из своей торговой стратегии. Например, если мы возьмем уровень поддержки, у вас есть две ситуации, как можно зарабатывать деньги. Первая – это простой пробой этого уровня. То есть, вы на уровне трех, вы видите большой продавец, пробивает сопротивление и после этого акция идет вниз. И другое, например, если на уровне поддержки имитент не может пробить вниз, просто начинает очень сильно консолидироваться, то это очень хороший уровень для покупки. То есть, в данной ситуации это называется пробой уровня или отбой от уровня. Для начинающих это, в принципе, самая доступная ситуация, как торговать. Предельно все понятно, на техническом анализе все будет видно. Пробой уровня поддержки провоцирует сильное инновационное движение, что обусловлено срабатыванием защитных стоприказов, а также открытием новых позиций на новых уровнях. После пробоя уровня сопротивления есть смысл открываться в сторону движения, открывать позицию в сторону движения, и защитный стоприказ можно близко разместить под этим уровнем. Изучение уровней сопротивления и поддержки также очень важно для определения силы тренда. Например, если восходящий тренд приближается к уровню сопротивления и пробивает его, то, скорее всего, цена на актив будет расти и дальше. То есть, это хороший сигнал к покупке как для трейдеров, анализирующих дневные графики, так и инвесторов, работающих на долгосрочных периодах. Любые технические уровни, которые вы наносите на долгосрочных графиках, они сильнее и важнее, чем те, которые вы наносите на краткосрочных графиках. То есть, иными словами, пробить линию поддержки на дневном графике сложнее, чем пробить линию поддержки на часовом графике. И чем больше точек, по которым строится линия тренда, и чем длиннее она во времени, тем сильнее считается тренд. И высока вероятность того, что цены, подойдя к данному уровню, оттолкнутся от него. Но в то же время в случае пробития, а рано или поздно тренд может быть пробит, в случае пробития сильного уровня следует ожидать сильного движения цен. Таким образом, уровни сопротивления и поддержки – это первое, на что смотрят трейдеры на ценовых графиках. Они помогают определить продолжение либо разворот текущего тренда и, соответственно, показывают моменты входа и закрытия позиции. Кроме того, эти уровни важны для установки защитных стоп-приказов. Точку не ставим. В следующем выпуске «Биржевой азбуки» детальнее поговорим о торговых сигналах входа и выхода из позиции. Не пропустите. Партнер программы «Украинская биржа».